Сырость, насекомые, а теперь еще непонятная вибрация вместе с неприятным гулом не дает спокойно жить, сетует Александр Вбитнев на приеме у депутата. По его словам, после ремонта подъезда ситуация не изменилась. У меня дача на болоте, так нет комаров, а здесь комары. Влага, влага. Значит, вот ремонт закончился. Пошел в гул. Спать невозможно. Ну, особенно, конечно, страдают пенсионеры. По словам представителя УЖХ, все дело было в технических сложностях. Однако, проблему устранили и шума быть не должно. При проведении капитального ремонта подрядчиками фонда капремонта, там был заужен диаметр сопла. Соответственно, да, поступили обращения жителей с тем, что подрядчики фонда капремонта после того, как проведут ремонт, есть гарантия 5 лет. Управляющая компания туда как бы не влезает, потому что влезем и с гарантией слетим. Пригласили представителей подрядной организации, представителей ресурсно-набжающей организации, посмотрели диаметр, поменяли, поставили все как нужно. После этого шумы ушли и, соответственно, подписали такой акт. Пообещала вновь сходить на объект, замерить шумы в случае их обнаружения и принять меры. А вот в жилищном вопросе Натальи Плужниковой власти, к сожалению, помочь не в силах. Администрация решает жилищный вопрос. Семейные вопросы, то, что брак не сложился, то, что вот, к сожалению, такая ситуация, это вы решаете внутри своей семьи. При разводе семья так и не смогла решить жилищный вопрос. Дом 39-го года постройки попадает под расселение, но проживать вместе и платить долги за коммуналку своего бывшего супруга женщина отказывается. Если он мне платит за квартиру и опять счет будет сдельным, я почему должна опять оплачивать за него долги? Мы не говорим сейчас о том. Нет, а я говорю о том, что как это дальше жить просто мне. В данной ситуации выход лишь один резюмировал депутат Мособлдума от «Единой России» Дмитрий Голубков. Поэтому они жилье получают при расселении, сносе дома и решают свои вопросы, да, ли самостоятельно? То есть им надо эту квартиру, вновь полученную трехкомнатную, приватизировать, продать ее и деньги поделить. В свою очередь Дмитрий Голубков обязался взять вопрос под личный контроль и поддержать мать двоих детей в непростой жизненной ситуации. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.